Субтитры создавал DimaTorzok Где она? А вот она, смотри. Говорят, она судьбу предсказывает. Катюш, а давай у неё спросим, сколько мне лет осталось? Может, не надо? Кукушка, кукушка! Сколько мне лет осталось? Один. Два. Девять, десять, одиннадцать. Папа, одиннадцать. Не расстраивайся, Катюш. У каждого своя судьба. У каждого своя судьба. У каждого своя судьба. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Что? Я думаю, что Катя сегодня придет с Кириллом. Хочу приготовить для них что-нибудь особенное. Ты что предпочитаешь? А он зачем придет? Ну как это зачем? Катя хочет его с нами познакомить. Мишенька, пожалуйста, возьми банку с огурцами там на второй полке. Миш? Ну я не могу сегодня. Давай завтра. После работы. Ну ты же знаешь. И я тебе. Да, хорошо. Завтра все обсудим. А этот и с кем? По работе. Я к тебе обращаюсь, а ты ушел. Так что тебе приготовить? Да я все съем. С удовольствием. Слушай, надоел мне этот институт. Не могу дождаться, когда окончим и начнем работать. Я недавно смотрела вакансии и всем нужны архитекторы с опытом работы. Ну хорошо, хоть тебе париться не надо. Кажа отец пристроит. В смысле? Я не хочу, чтобы меня куда-то пристраивают. Я хочу понять, чего я стою сама по себе. Я, а не мой отец. Понимаешь? Честно? Нет. Все так делают, и это нормально. Но я не все. Если и буду работать у отца, то на общих основаниях. Ну и зря. Я был бы рад, если бы за меня кто-нибудь впрягся. Ладно, не бери в голову. У нас сегодня важный вечер, да? Да, мама уже дважды звонила, спрашивала, что ты любишь. Кирилл, а попробуйте мой салатик с крабами. Наша Катенька его очень любит. Спасибо. Очень вкусно. Да. Вы знаете, Катя мне рассказывала о вашем последнем проекте. По-моему, очень круто. Да? Спасибо. Мы над ним два года работали. Не просто было, много сил ушло, чтобы пробить его в городскую администрацию. А у вас какие планы на будущее? Я пока не определился до конца. Еще в поиске. Ну, конечно же, хотелось бы работать в хорошей компании, естественно, по специальности. Пап, Кирилл, кстати, подавал свой проект на конкурс твоей компании. Правда? Угу. Напомните вашу фамилию и о каком проекте идет речь. Боротов. Кирилл Боротов. Проект детского культурного центра. А, да-да, помню. Пробежал глазами. Ну, как тебе проект? Ну, пока рано говорить. Тем более, сделать воруды. Время покажет. Миша. Может быть, ты по-моему, Кирилл? Кирилл. Он друг нашей дочери. Они учатся вместе. Посмотрим. Я, пожалуй, пойду. Мне уже пора. Ну, что вы, я такой пирог испекла. Оставайтесь, чай будем кидать. Елена Ивановна, к сожалению, совсем никак. Я просто пообещал, меня ждут. Михаил Юрьевич, спасибо вам за теплый прием. Спасибо за угощение. Все было очень, очень вкусно. До свидания. Пойдем. До свидания. До свидания. Что? Кирилл! Ну, стой! Ты что, обиделся? Слушай, ну да, он бывает такой иногда. Я попробую с ним поговорить еще. Хорошо, малыш, спасибо. Нам это твое точно понравилось. Ну, по-другому и быть не могло. Видимо, у нас с ним хороший вкус. И сегодня у родителей я останусь. Хочу побыть ему немножко. А ты когда едешь, наберешь, Кейт? Обязательно. Пока. Папа, тебе что, не понравился Кирилл? Кать, да что ты заладила? Кирилл, Кирилл, Кирилл. Только и слышно. Чего ты так беспокоишься о нем? Пусть сам о себе думает. Грош цена тому мужику, которого все делают женщины. Так он все делает сам. Сам говоришь? Ты же знаешь, я архитектор и немного разбираюсь в предмете. Ты помнишь, мне показывал свою курсовую? Ну? Ну, я хорошо запомнил твое решение о сдалении детского театра. А теперь я его вижу в проекте Кирилла. Что бы это могло значить? Ты же помогал ему. А что там плохого? Ничего плохого. Помогать-то можно. Только что дальше? Ты и работать за него будешь. Ну что у тебя опять стряслось? Да я не мог. Я был занят. Я же сказал, завтра. С работы звонили. А что, мне не могут позвонить с работы? Ты же сказал, что у тебя с ней все закончилось. Я... Что? Опять обманул? Все у тебя с ней продолжается. А ты все не так поняла. Это... Слушай, на каком основании ты вообще подслушаешь мой разговор? Я... Я... Я же тебе поверила. Ты опять... Что опять? Ты же мне обещал. Лена, прекрати, надоела, хватит. Вот тут уже. Это я виновата. Я... Я виновата. Так так и скажи мне. Я тебе надоела. Так и скажи, что я тебе надоела. Да успокойся ты. Я же всю жизнь раз тебя. Лена. Всю жизнь. Лена. Что с тобой? Катя, сюда бегом. Где ингалятор? Лена. Лена. Держись. Лена, Лена. Катя, позвони доктору мамину и скажи, что он встречал нас. Держись. Извините, сюда нельзя. Виктор Борисович, пожалуйста. Катя, спасибо. Катя, ну не волнуйся ты так. Ну, а может, это не первый приступ. Такое уже было. Здесь хорошие врачи, особенно... Виктор Борисович. Да все будет нормально. Извините, как вы себя чувствуете? Может быть, вам успокоительно? Нет, на вас спасибо. Пап, может, ты зря отказываешься? Да нет, нет, все нормально. Все нормально. Хорошо. Спасибо. Катя, Михаил Юрьевич, не волнуйтесь. Мы подключили Елену Ивановну к аппарату искусственной вентиляции легких. Но должен вам сказать, что в этот раз приступ значительно сильнее, чем обычно. Мы уже привыкли, астма, это же хроническое заболевание. Астма, это не просто хроническое заболевание. Это еще очень опасная и коварная болезнь. Но сейчас все будет в порядке. Быстро привезли. Не волнуйтесь. Виктор Борисович, можно мы здесь останемся? Ну, зачем же вам всю ночь в клинике сидеть? Тем более, в реанимацию я вас все равно впустить не могу. Елена Ивановна получает все необходимое лечение. Приезжайте домой. Позвоните утром, и я вам расскажу о ее состоянии. Спасибо, Виктор Борисович. Пойдем, не будем мешать доктору. Всего хорошего. До встречи. До свидания. Держи. Ты уже закончила? Да, переоденусь, это моя. Там новенькая в палате реанимации, астматический статус. Да, я в курсе. Меня Виктор Борисович предупредил уже. Сегодня все бегали вокруг нее. Переполох такой был. Сейчас все в порядке, но ты за ней присматривай, хорошо? Пойду. У тебя когда смена? Послезавтра. Завтра буду весь день спать. Все, пока. Пока. Чай заварился. Спасибо, солнышка. Булку с маслом? Ага. А джем? И джем. Пап, может, позвоним Виктору Борисовичу? Вдруг маму уже в палату перевели. Нас к ней наконец-то пустят. Да, сейчас наберу. О, вот он. Виктор Борисович, доброе утро. Как там? Что? Подождите, как? Это... Да. Да, скоро будем. Что случилось? Пап. Мамы больше нет. Это не может быть. Это какая-то ошибка. Понимаете, какое дело ночью на этаже, где находится палат реанимации, по какой-то причине отключилось электричество. И запасной генератор почему-то не сработал. Как это отключилось электричество? Как такое возможно? Сейчас мы занимаемся выяснением обстоятельств происшедшего, а результатов сообщим. Мне очень жаль. За это должен кто-то ответить. Это же человек. Это моя мама. Ать, Кать, Кать. Что? Получается, ее убили? И всем плевать? Пап, почему ты молчишь? Я бы так не стал говорить. Обстоятельства бывают разные. Виновных мы накажем, обещаю вам. Уже опрошенный дежурный медсестра, электрик. Пап, ты что допустишь, чтобы им все так сошло с рук? Маму уже не вернешь. Это нужно было быть с ней. А я ушла. И спала спокойно, даже ничего не почувствовала. Тише, тише, тише. Она там была одна. Бедная моя. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Я даже представить не мог, что она так рано уйдет. Двадцать пять лет вместе. И вот. Не понимаю, как теперь все будет. Миша, у тебя прекрасная дочь. Тебе есть ради кого жить. Да. Наверное. Ты прав. Дорогие мои, я... Я очень вам сочувствую. Помните, что всегда, в любую минуту, я чем смогу, помогу. Спасибо, Аркаш. Позвонишь мне, когда ты берешь? Позвонишь мне, когда ты берешься? Конечно. Катюша, а ты... Ты долго еще будешь с отцом жить? Ну, я просто соскучился. Я... Хочу просыпаться с тобой, засыпать. Как раньше. Кирилл, ну как ты не понимаешь, я нужна сейчас папе. Ему тяжело. Просто кто ему поможет, если не я? Он сейчас так много работает, будто забыться пытается без мамы. Мне кажется, если ему не приготовить, он даже поесть забудет. Потерпи еще немножко, ладно? Ладно, я понимаю. Правда понимаю. Ты беги, я позвоню. Я никогда не видела такого красивого дома. У тебя прекрасный вкус. Я рад, что тебе понравилось. Добрый вечер. А, вот и Катя пришла. Познакомься, это моя дочь. Катя, здравствуйте. Миша про вас много рассказывал мне. Правда? А это Наталья. Моя... Мой хороший друг. Понятно. Девчонки, а давайте чай пить. Спасибо. А я не могла вас раньше где-то видеть? Нет, не думаю. Странно. Наверное, показалось. Я тебе тортик положу. Катя, у тебя все нормально? У меня? Да. Миша, я, наверное, пойду. Поздно уже. Я провожу. Нет, не надо, я такси возьму. Нет, я настаиваю. Хорошо. Катя, было очень приятно с вами познакомиться. Катя, ты могла бы поприветливее быть с Наташей. А ты вообще давно ее знаешь? Мы познакомились, когда мама не стала. Пап, всего два месяца прошло, как мамы нет. Ты уже нашел ей замену? Я люблю Наташу. Ну, так получилось. Не хочу терять время. Ты же видишь, в жизни может произойти все, что угодно. Ты что-то этим хочешь сказать? Я предложил ей стать моей женой. Что? Ты уже взрослый, я надеюсь, ты меня поймешь. Пап, ты сейчас серьезно? Абсолютно. А ты уверен, что она тебя любит? Уверен. Или я, по-твоему, недостоин? Да при чем здесь все это? А что тогда? Нет, ну просто я... Я так понимаю, что я тебе не нужна? Катя, что ты такое говоришь? Нет, ну если у тебя есть это... Наташа. Наташа. Да я просто перееду в свою квартиру. Кать. Кать, ну зачем ты так? На меня. На меня. В сторону. Друг на друга. Поцелуй. Катя, идите к нам, вместе сфотографируемся. Ну что, пойдем? Я люблю тебя. Ну вот, мне кажется, здесь они будут прекрасно смотреться. Да, хорошо. Спасибо тебе. Я понимаю, они не вписываются в интерьер, но... Эти часы, они очень важны мне. Это единственная память о моей маме и бабушке. Ого. Пистолет. можно такой тяжелый откуда он тебя это еще в девяносто когда только начинал бизнес бандиты угрожали бандит пришлось купить чтобы спокойнее было а это завещание я после смерти лены все котят писал ну ты не волнуйся если со мною в трубку что случится я тебе всем обеспечу мишенька ну что за глупости ты говоришь ты знаешь мне кроме тебя ничего не нужно счастье это мое что случилось мама приснилась мертвая кукушка и выклевала глаза боже какой бред тише тише все все это всего лишь сон блинчики блинчики я люблю какие у тебя планы на сегодня сегодня поеду на работу потом нужно в химчистку забрать твой костюм еще пор дел а вечером будет ждать тебя ты ведь не будешь задерживаться да нет конечно может сегодня вечером в кино сходим давай кино с радостью кстати про что с твоей работой когда ты собираешь его лиц ну они сказали что нужно доработать еще две недели отлично значит больше будем видеться все я побегу миш а у меня в машине что-то колесо заднее стучит можно возьму твою тебя же все равно водитель забирает я скажу ему что он отогнал твою хирург спасибо хорошего дня сегодня две пары всего слушай может входим в парк после прогуляемся давай конечно а потом поужинаем в кафе алло катя привет это наташа как ты видела привет спасибо все хорошо кать давай встретимся и поговорим я приглашаю тебя на кофе давай сегодня смотришь после пар где знаешь кафе на зеленом бульваре да буду тебя там ждать договорились до скорого главбух сказал что перевел деньги по твоему распоряжению как ты посмел так поступить за мои спины ты все неправильно понял это какое-то недоразумение какое недоразумение финансовая четкость расходится речь о большой сумме недостача думал я это так оставлю где деньги борис николаевич хорошо хорошо я предоставлю отчет и не затягивай сама слышала ничего хорошего ну а я разберусь потом поговорим катя здравствуй здравствуйте спасибо что пришла а что-нибудь будешь наверное чай катя ты должна попробовать мясную выпечку правда у них это так вкусно что я только из-за этого сюда есть так я попросила тебя сюда приехать чтобы мы смогли поговорить наедине вроде как получается что мы одна семья между нами какое-то напряжение мы с вами не семья молодой человек а можно для девушки чай и два ваших фирменных пирожных сделаем катя нам с тобой все равно придется общаться ты дочь мужчины которого я очень люблю я не хочу чтобы он переживал а он очень сильно переживает из-за того что ты меня не принимаешь катя очень хорошо тебя понимаю нет тоже мама умерла я понимаю как тебе больно а тут еще я и это все так быстро случилось мы с твоим папой здесь недалеко на бульваре познакомились шел сильный дождь а он сидел там на лавочке один без зонтика мокрый насквозь но как будто не замечал этого так выглядел что я просто не могла пройти мимо я подошла и спросила что случилось а он говорит у меня жена умерла недавно он так посмотрел я поняла что ему нужна помощь поверь мы правда ни о чем таком не думали в начале мы просто общались разговаривали много а потом как-то вдруг поняли что уже не можем друг без друга жить катя я тебя понимаю я бы сама не поверила никогда что со мной такое может произойти но миша он счастлив теперь я не знаю какой он был раньше я я знаю что я не смогу занять место твоей мамы он ее все же это будет любить я просто хочу чтобы он был счастлив чтобы он никогда больше не страдал помоги мне да 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 пусть проходит здравствуй михаил юрьевич присаживайся ну рассказывай давно из этой германии вернулся недели две назад да как контракт закончился так и вернулся мы с твоим отцом вместе компанию создавали он был моим другом бизнес-партнером он бы сейчас очень гордился тобой спасибо ладно мы сейчас поговорим с тобой и аня приведет тебя в твой кабинет там уже все обустроено будешь отвечать за юридическое сопровождение сделок я готов знаешь я хотел бы чтобы ты начал с одного дела это строго конфиденциально слушал есть у нас проблемка одна по фамилии карпов это финансовый директор компании и что исчезла немалая сумма я подозреваю что он провернул какой-то дельце как говорится не пойман не вор нужно провести внутренний аудит но так что без утечек понял я подниму все договоры которые от карпов составлял и прослежу какие суммы и куда уходили за его подписью увезти деньги способов много но я знаю как все проверить отлично сразу займись этим держи меня в курсе добра мы конечно ну давай если что надо обращайся спасибо еще раз иди работай пап наташ катя это ты ты что-то хотел да мне книжка нужно можно да конечно Привет, дочь! А чё вид такой недовольный? Ты мне врал, пап. Катя, ты... Вы встречались с ней ещё до маминой смерти, пап! Кажется, я поняла, где её могла видеть. Она работала в том же отделении, где умерла мама. Кажется, ещё подошла к тебе, а ты сделал видчество просто... Катя, давай... не будем. А что было, то прошло. Пап, ты мне врал! Вы оба меня обманули! Может, эта мама из-за вас умерла? Прекрати! Как у тебя... Твоя мама всю жизнь болела! Так что, это повод ей изменять? Вот только не надо учить меня жить, хорошо? Хорошо. Только тогда я к тебе больше никогда не приду. Делай, что хочешь, живи своей жизнью. Катя! Твое право! Миша, что случилось? Миш, но она всё равно рано или поздно узнала бы. Любимая, ты должна будешь обязательно научиться это готовить, потому что, когда ты станешь моей женой, кстати, когда? Кир, не будет никакой свадьбы без отца. А я с ним поссорилась, и в этот раз кажется очень серьёзным. Оказывается, они с этой Натальей встречались ещё при маминой жизни. Я случайно об этом узнала. Ты бы видела её лицо, когда она мне рассказывала трогательную историю их знакомства. Оказывается, они мне оба врали прямо в глаза. Малыш, твою маму уже не вернёшь. А Михаил Юрьевич, он, конечно, он виноват, я тебя понимаю, но ничего уже не изменишь. Зачем тебе с ним ссориться, а? К тому же ты знаешь, как сильно я хочу у него работать. Так тебе я нужна или работа у моего отца? Кать, ну ты чего? Ну разве я сам не пытался устроиться? Ты скажи мне, я пытался или нет? Пытался. А у тебя всё обязательно получится. Ты талантливый. Если нужно будет, я тебе помогу с проектами. Да, ты мне уже помогла. Никуда меня с твоим проектом не взяли, лучше бы я сам его сделал. Ничего себе. Ну так и делай свои проекты сам. Я не буду тебе мешать. Кать! Дорогой, смотри, что я себе копила. Тебе нравится? Нравится, тебе идиот. Миш, ну хватит уже расстраиваться. Это всё молодость. Со временем Катя привыкнет ко мне и к тому, что я твоя жена. Хотелось бы верить. Так и будет. Обязательно. Слушай, мне на днях нужно будет уехать в командировку. В командировку? Надолго? Я буду скучать по тебе. Я постараюсь поскорее. Ты же знаешь, я не могу без тебя. А я не могу без тебя. Это моя дипломная работа. Детский сад. Что вы думаете? Оригинально. Толково. Прям не ожидал, Катерина. Спасибо. Снимаю... Снимаю шляпу. Тут ещё одна возможность намечается. Торгово-развлекательный центр. Интересно? Но только это тендерный проект. Хочешь поучаствовать? Да, конечно. Вот ты умничка. Давай-давай, дерзай. Все подробности мой секретарь тебе вышлет прям сегодня. Хорошо. Договорились? Договорились. Миш, я к тебе на минуточку. Привет. Ты забыла утром выпить таблетки. Спасибо, Анатоль. Что бы я без тебя делал? Миша, я переживаю. Ты должен пить их каждый день. А ты такой рассеянный, ещё со своим здоровьем в командировку. Да ничего. Мы ещё всех переживём. С такой красавицы жены. Грех не пережить. Ань, принеси мне, пожалуйста, водички. Хорошо, Михаил Юрьевич. Миш, я хотела тебя спросить. Можно я куплю себе сумочку? Я вчера в торговом центре её увидела. Она такая красивая, но безумная, дорогая. Ну, Анатоль, ну, конечно, можно. Я тебе специальную карту открыл, чтобы ты могла покупать всё, что ты хочешь. И не нужно каждый раз меня в этом спрашивать. Спасибо. Извините. Ну, всё, я побежала. Да, давай, беги. До свидания, Аня. До свидания. Спасибо, вы можете идти. Вы мне дорогу загородили. Может, отъедете немножко? Тут нормальное место. Выйдешь. А когда это мы с вами на ты перешли? Водить научись, потом за руль садись. Слышь, ты. Эй, дружище, ну ты чего? Пропусти девушку. А ты чего лезешь? Что, хахаль её? А если хахаль, то что? Давно в морду не получал. Давно. Пусти, больно. Я тебя найду. Я запомнил твой рожа. Спасибо. Да не за что. Да просто смешивший какой-то. Может, он так знакомится. Оригинальный способ. Я Сергей. Наталья. Очень приятно. И мне тоже очень приятно, Сергей. А может быть, я вас чем-нибудь угощу? Вы меня спасли от ненормального. Да я только за. Но, увы, сейчас не могу. Может, вечером? Вы не против, если я вас приглашу на ужин? На ужин? Если вы не замужем. Нет. Конечно, не замужем. Вот и отлично. Привет. Привет. Как дела? Как собеседование прошло? Не понравился мой проект. Сказал, слишком не технологично. И начал мне по ушам ездить. Слушай, ну ты успокойся. Ужинать будешь? Да не буду я ужинать. Как я могу успокоиться, если я опять... Опять пролетел? Слушай, а что ты кричишь? Я, что ли, виновата в том, что тебя не взяли? Кать. Кать, извини, я... Извини, я психанул. Просто мне не повезло. Ладно, не переживай. Сейчас мне повезло, обязательно повезет. Будем работать, поддаваться, делать. Все наладится. Расскажи о себе. Ничего необычного. Я юрист. Несколько лет работал за границей в большой аудиторской компании. Вот недавно вернулся домой. Стал работать в компании, которую создал мой отец. Он умер несколько лет назад. Но его друг, партнер продолжает их общее дело. В общем, сейчас я работаю с ним. Что еще? Живу один. Жен, детей, кошек, собак. Нет. Говорю же. Совсем обычный. Нет, ты очень необычный. Да? Да. А ты? Какая ты? Я? Я? Так ты замужем? Да. Да. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok